Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о реально, ну настолько редком мотоцикле. Их всего два в Беларуси. Возможно, четыре в мире, потому что их было выпущено всего 15 штук. Очень редкий мотоцикл. Потусуемся в гараже, попьем кофейку и расскажем о нем подробнее. Поехали! В гараже потеплее будет. Редкий мотоцикл у нас сегодня. Ducati 749 RS. Я тут, наверное, наврал, не наврал, что их всего 15 штук было выпущено. Их на самом деле было выпущено 15 штук, но на самом деле не столько из-за уникальности, а из-за того, что они были выпущены под конкретные цели. То есть конкретно под британский чемпионат и под конкретную команду. И потом, с течением времени, эта команда перешла в другой класс. А мотоциклы остались. Мотоциклы остались. Мотоциклы несколько лет стояли у них. Просто место занимали, пылились. И потом были нами приобретены за очень вменяемые деньги, можно сказать, в разы дешевле, чем было вложено в них, чем все эти технологии стоят. Их всего оставалось два. И была договоренность с командой. Либо все, либо ничего. То есть, ну, фактически в мире их осталось... Я точно знаю о трех мотоциклах. Этот, второй мотоцикл в Витебске. Есть еще один в Англии. Возможно, я всегда говорю, где-то есть то, о чем мы не знаем. Может быть, их есть четыре. Все остальные были либо разбиты, либо разобраны, либо уничтожены. Ну, естественно, я знаю, что этот мотоцикл профессиональный. И в нем заводского, ну, как бы гражданского, я так на первый взгляд вижу, что, наверное, ничего нет. Поэтому давай рассказывай, что там в моторе. Все верно, Олег. Здесь все очень похоже на гражданское. Для чего это сделано? Для того, чтобы по телевизору ты увидел мотоцикл и пошел в салон и купил точно такой же. На самом деле, здесь другой мотор, другой выхлоп и даже рама. То есть рама не заводская, рама придворного ателье Дукати, Дукати Корсе. Она имеет немного другую геометрию. Мотоцикл максимально облегчен. Все, что можно из него выкинуть, все, что нельзя было... Какой вес? В районе 160 килограмм. Это мокрый вес вместе с маслом, ну, без бензина. Я понял. Ну, это против 220, наверное, которые гражданские. Наверное, все же это 600 класс считается, хоть и объем 750, кубов 749. Но килограмм 25 с него скинуто. То, что нельзя было выкинуть, то было заменено на карбон, магний, титан. Да, совершенно верно. Все обреченное. Вы представьте, что в этом мотоцикле очень большая отдельная мощность. Порядка одной лошадиной силы на килограмм веса. Такое добиться даже литровые мотоциклы не могут, в самом деле. Это, ну, большая заявка на победу. Все верно. Кроме того, что здесь достали максимальные лошади, максимально крутящий момент, он максимально облегчен, а также очень быстро чинится после падения. То есть мы очень быстро можем снять пластик, который всего из трех частей стоит. Он полностью сделан на быстрокрепах. Мы делаем полоборота. Рассказывай, что здесь такого? Ну, я вижу, что как бы здесь вообще все не так, как я привык. Все верно, Олег. Тут очень мало родных запчастей. Очень многие вещи сделаны из-за возросшей мощности, крутящего момента. Некоторые вещи для облегчения веса общей массы мотоцикла. Ну, а также некоторые регламентные штуки, без которых невозможно заявиться в мировые чемпионаты, чемпионаты национальные, в данном случае Британии. Например, здесь абсолютно другие стоят радиаторы. Радиаторы увеличены, и, как ты видишь, без вентиляторов. Охлаждения активного нет, только пассивное. Только, да. Сверху вода. Опять же, по регламенту нельзя не тасовывать антифриз. Снизу масляный радиатор. И ты видишь проволочки, армировку. Да, я хотел спросить, почему это все на проволоке? Это обязательная вещь в соревнованиях, вплоть до масляного фильтра и сливного отверстия. Потому что это может раскрутиться, это может потечь масло, и это приведет к большому завалу не тебя, а кого-то еще. То есть, это все безопасность. Из-за возросших лошадиных сил другое сцепление. Сцепление не выдерживало. Ты знаешь, что в Дукате оно всегда сухое, но здесь, во-первых, прорези сделаны для лучшего охлаждения, и плюс оно полностью неродное. Более того, оно проскальзывающее, то есть оно передает крутящий момент только с мотора на колесо. Торможение двигателем как такового нет. Оно отсутствует. Какое-то есть, но это абсолютно не то, к чему мы привыкли. Ну, не сравнимо с гарским. Абсолютно верно. Поэтому, если ты хочешь тормозить, тормози тормозами, а не мотором. Мотор здесь не тормозит. Эх, жаль, что зима, и не сможем мы, конечно, прокатиться на этом мотоцикле. Но я думаю, что следующим летом мы сможем с Лешей показать весь потенциал этого мотоцикла на треке. И поэтому ждите следующих наших программ. Хороших выходных. Пока. Субтитры подогнал «Симон»